Погаз передала почте России новые автомобили Газель Бизнес. Особенность их в том, что эти машины работают на сжатом природном газе. Основное преимущество это его стоимость, разумеется. Газ на 60% дешевле бензина и дизельного топлива. И кроме того, природный газ считается более экологически безопасным. Мы продолжаем движение в сторону нашего клиента, основного потребителя. И очень важно, что с повышением экологических стандартов, введением новых экологических норм, это не сильно будет отражаться с переходом на эти автомобили на кошельке нашего клиента. То есть автомобили более высоких экологических классов легче достигают эти стандарты в версии на природном газе. Так как выхлопы твердых частиц, парниковых газов, загрязняющих веществ в этом топливе, в результате работы этого топлива, значительно меньше. Почта России в ближайшее время начнет эксплуатировать новые машины в Смоленской и Новгородской областях. За полгода компания намерена оценить рентабельность газелей с газовым двигателем. В Почте России ожидают, что их использование значительно сократит расходы на ГСМ. Однако остается главная проблема, где заправлять новые машины. В России не так много газовых заправок. К примеру, в Москве их всего 4. Это обстоятельства учли в группе газ, а переданные газели имеют гибридный двигатель. А значит, и работать они могут еще и на бензине. Ну вот такая интересная альтернатива, например, набирающим популярность на Западе электромобилям. Ну, странно мне, кстати, что я видел в Подмосковье достаточно много газовых заправок. Странно, что говорят, что в Москве их всего 4. Ну как, по-твоему, стоит, может быть, перейти на газ? У нас его много. Если не договоримся с Украиной, его станет...